Здравствуйте, Мария. Я сразу хочу поздравить вас с тем, что вы стали победителем конкурса «Учитель года» не только в районе, но и во всей Карачаево-Черкесии. Мне бы хотелось узнать, как вы решили принять участие в столь ответственном мероприятии. Большое вам спасибо за приглашение. Мне очень приятно. Меня попросили, выдвинула школа. Наш директор очень любит уроки родного языка. У нас проходит неделя родного языка. Учитель, директор и методические объединения полностью посещают наши уроки. Вот так они посещали мои уроки, посещали. У нас в школе много учителей родного языка. Нас 14 человек. И вот именно эта инициатива директора школы выдвинуть меня именно с нашей школы на районный конкурс. Вот так я оказалась победителем. А вы рассчитывали на победу? Нет. Нет. Потому что я видела своих соперников, конкурсантов. Они были очень сильные, они были очень подготовленные. Вообще мы любим родной язык. Все эти учителя родного языка, мы любим свой язык. И мы когда даем уроки, даем их с душой. Поэтому рассчитывать заранее на победу, это невозможно с такими сильными соперниками. Я знаю, что ваш трудовой стаж составляет уже 36 лет. 32 года из них вы учитель родного языка в начальной школе, в начальных классах. И у вас есть своя методика. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, как проходит ваш урок. Урок родного языка один из моих самых любимых уроков. Потому что у меня есть возможность не только дать знания, но и воспитывать детей. На каждый урок я обязательно, на минутку чистописания, выбираю какую-нибудь пословицу. Но вот адепт намыс. Ребёнок должен уходить с моего урока с чем-то новым, чуть-чуть изменившим. Поэтому у меня обязательно пословица. Потом обсуждение этой пословицы, перевод этой пословицы на русский язык, чтобы дети все понимали, о чём идётся речь. После этого самого урока мы начинаем уже сам урок. Переходим к теме. К теме ребёнок должен прийти сам. Мы сейчас не говорим детям, не объявляем тему урока. Вот у меня новая тема сегодня. Ребёнок должен, я должна так вести урок, чтобы ребёнок должен к этой мысли прийти сам. Что у нас сегодня что-то новое. Вот я так и говорю им, у нас сегодня что-то новое, но вы должны мне помочь найти что-то другое. Я могу написать предложение. Мы найдём какие-то члены предложения, и какой-то члены предложения, который мы не можем найти. Надо подобрать вопрос к нему. Класс выбирает вопрос, и мы приходим к мысли, что это появилось какое-то новое для нас. Ну, новая часть речи или что-то. Поэтому сейчас урок, он очень интересен. И в конце урока я обязательно спрашиваю детей. Вы поняли всё? Вам понравилось? А вдруг есть ли среди вас кто-нибудь, кому чуть-чуть, вот чуть-чуть им не хватило? Кто бы хотел, чтобы следующий урок, я бы объяснила ему ещё немножечко. Когда я спрашиваю, вам всё понятно? Они говорят, да. Но когда я ещё раз спрашиваю, ну, если вдруг кому-то чуть-чуть непонятно, я буду рада этому ребёнку объяснить лично. И тогда они вот так тихонечко начинают поднимать. Вот знаете, мне бы тоже хотелось, мне бы тоже хотелось. Я отмечаю этих детей. И на следующем уроке именно эти дети пойдут к доске первыми. Вот как-то вот так проходят наши уроки. Это урок победитель. Но в карачайском языке есть правила, которые присущи только нашему языку. И одно из этих правил – это «э» употребление букв «э» и «е». Урок оформлен в национальном стиле. И здесь всё имеет значение. Посмотрите, они стоят как брат с сестрой. Это «элькищи», «э» буква, пишется за главной буквы. Это «эгеч», сестра, они стоят как брат с сестрой. Всегда внутри пишется маленькая буква «е». Вот это самый главный момент, это мой урок. Детям, когда объясняешь что-то новое, легче объяснять в сравнении. Когда просто говоришь, это буква «е», это так воспринимается. А когда ты сравниваешь, это вначале пишется «е», а в середине только «е». Это совсем другое. Вот сам урок. Вот посмотрите, вот это наш урок. Он очень интересен. Очень интересна вот обратная сторона. Здесь вы видите, что она оформлена в национальном стиле и представляет собой маленькие кармашки. Они в миниатюре копируют мужские рубашки. А внутри этих кармашков, вы видите у нас, это весь материал, который я применяю на уроке. Это презентация, это мои схемы, это отдельные карточки для детей. Здесь это еще опять схемы. Это вот тот материал, который я употребляю, ну, примачивающий которого я вела этот урок. И вот обратная сторона, я хочу обратить ваше внимание, что и обратная сторона очень интересна. Это трехлистник. Это украшение, которое вы можете увидеть на разных атрибутах. В платьях невест или во флагах. Это чисто карачаецкий, нет, это чисто вот карачаецкий, или же национальный орнамент. Вот это наш урок. Мария, мне для кого не секрет, что сейчас подавляющее большинство детей не знают свой родной язык. Вы, как учитель родного языка, как считаете, как можно решить эту проблему, как научить детей и что с этим делать? Вы знаете, уже приходя в первый класс ко мне, они не то что не знают, они даже не понимают смысловых оттенков своего языка. Это идет, первый этап, это идет семьи. У нас есть такое понятие в педагогии, как сензитивный период. То есть период, когда ребенок все схватывает. Что в это время делают родители? Родители включают мультфильмы на русском языке. И ребенок просто понимает, он воспринимает этот язык как родной. И начинает разговаривать со своими родителями на русском языке. Что делают родители? Они ведутся на это, они отвечают ему на русском языке. Это провокация. Если ребенок с вами говорит на русском языке, отвечайте ему всегда на родном карачаевском языке. Если вы ответите 5-6 раз, он поймет, что нужно пытаться говорить на своем языке. Второй момент, вы знаете, что еще? Они неправильно произносят звуки. Ни о каком произношении наших своих родных звуков. Джи, кэ, нэ, гэ, юэ, ию. Мы не видим, когда дети приходят в первый класс. И это очень большая проблема. Итак, первая проблема должна решаться в семье. Разговаривайте со своими детьми на родном языке. Вторая вот проблема. Очень многие родители, посмотрите, пожалуйста, откройте WhatsApp, посмотрите. На каком языке все время вы пишете друг другу? Вы, родители, общаетесь и пишете друг другу на русском языке. А вы должны это делать даже со своим ребенком. Напишите салам и напишите то, что хотите ему сказать на карачаевском языке. И дело не в ошибках. Мы говорим сейчас об устной речи. Самое главное для нас сохранить устную речь. Потому что ребенок, который знает устную речь, он будет интересоваться, будет знать письменную речь. Для нас опасно представляет сейчас именно устная речь. Говорите со своим ребенком на своем языке. Пишите ему на своем языке. Пусть с ошибками, пусть неправильно. Это не важно здесь. Важно, чтобы ребенок ассоциировал себя. Сейчас он должен точно понимать, какому народу он принадлежит. Каково, на ваш взгляд, участие родителей в образовательном процессе? Конечно, роль родителей, она очень велика. Ребенок, выходя из дома, должен знать, что он идет в школу. Он идет к учителю. Он идет учиться. И если учитель делает замечание, ребенок должен знать, что он делает это правильно. То есть родитель и учитель должны быть всегда вместе. На одной стороне. Мы союзники, мы не враги. Мы работаем над тем, что мы хотим, чтобы дать детям образование и правильное воспитание. Но я хочу вам сказать, что я столько лет работаю, у меня не было ни одного плохого родителя. У меня не было никогда конфликтов с родителями. Мне вот как-то очень везет. Они меня всегда поддерживают, помогают. Они понимают в любых ситуациях, а в школе, возможно, любые ситуации, мы всегда вместе. Поэтому роль родителей, она очень велика. Скажите, а как вырастить талантливого ребенка? Дать свободу. Все дети талантливы по-своему. Но есть родители, которые не понимают этого. Они не видят. Просто ребенок рисует, рисует, рисует. Или лепит, лепит, лепит. А переводит пластилин, переводит краски. Давай займись чем-нибудь. Лучше почитай, это будет даже тебе лучше. Нет. Талант ребенка проявляется в детстве. Именно когда он начинает только делать первые шаги. Вы должны знать, что ваш ребенок, любой ребенок талантлив, талантлив по-своему. Вы должны это увидеть, поддержать. И ни в коем случае не крыльям, дать им возможность полететь. Это очень важно. Мария, как вы считаете, какими основными качествами должен обладать педагог? Я учитель начальных классов. Я могу сказать, большая любовь. Учитель должен любить то, что преподает, и тех, кому преподает. Дети, они очень чувствительные. Они чувствуют вашу любовь. Поэтому первое – это любовь, тактичность, порядочность. Я как зеркало стою перед ними. Они повторяют все, что я сама того не понимаю. Они повторяют мои привычки. Они повторяют мои слова. Я для них эталон на каком-то этапе жизненного. Учитель должен это понимать. И еще мы формируем личность. Учитель начальных классов, я всегда это говорю, это не только человек, который дает знания, но он формирует личность. Мы говорим, что хорошо, что плохо, как вести себя. Мы говорим, мы все обычаи и своего народа, и соседних народов. Мы очень уважаем и свой народ, и соседние народы. Все это идет от учителя. Поэтому я считаю, что роль учителя, она очень важна. По итогам победы на республиканском конкурсе «Учитель года» вы будете представлять нашу республику на всероссийском конкурсе «Учитель года». Это, конечно, большая честь, большая ответственность. Мне бы хотелось узнать. Правда, мы еще не знаем, где конкурс будет проходить, в Казани или в городе Гусс-Христальный. Вы уже готовитесь? Да. Если честно, то да. Я уже открыла, посмотрела положение. Ну, мне нужно очень много думать, мне нужно решить, что же показать. Чем же вот так показать Карачаево-Черкесию? Я хочу не просто приехать, не просто посмотреть, но я хочу показать свою республику. Ну что же, Мария, я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам успеха в вашей любимой работе. Я вижу, как вы относитесь трепетно к своей работе. И лично я не сомневаюсь, что у вас обязательно будет призовое место на всероссийском конкурсе. Удачи и успехов вам. Спасибо вам.